Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы будем делать обзор 14 главы этой книги, в которой содержится в этой главе 23 стиха. Экзегеты так передают смысл этой главы. Слушание слова и молитва – это два важных Божьих постановления, исполняя которые мы воздаем Господу честь и надеемся снискать Его благосклонность и одобрение. Тем не менее, в данной главе, к нашему великому удивлению, мы находим, что одни жаждут от Господа слова, другие молятся, однако без желаемого успеха. И первая подтема – старейшины Израилевы пришли, чтобы услышать Слово и вопросить пророка, но поскольку они не обладают надлежащими правомочиями, то вместо одобрения получают обличение. Об этом с 1 по 5 стих. «И призываются к покаянию в своих грехах и к преобразованию в жизни, иначе будут вопрошать Господа себе же на погибель». То есть пророк обличает представителей религиозного эстаблишмента. Об этом 6 по 11 стих. Далее. Допустим, за этот народ помолятся, например, такие люди, как Ной, Даниил и Иов. Такие возвышенные личности. Тем не менее, указ вышел. То есть Божье решение принято. Погибель посредством множества судов предрешена, и на их молитвы ответа не будет. То есть Бог не будет даже внимать молитвей святых, таких как Ной, Даниил и Иов. 12 по 21 стих. Далее. «Тем не менее, в завершении звучит обетование, что остаток спасется». Об этом с 22 по 23 стих. Итак, первая подтема, с 1 по 5 стих. «Старейшины Израилевы пришли, чтобы услышать слово и вопросить пророка Иезекииля. Но поскольку они не обладают надлежащими правомочиями, скажем так, действовать вот так ультимативно, то вместо одобрения получают обличение». И мы читаем. Здесь мы видим прямую речь пророка Иезекииля. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели перед лицем моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Все люди допустили идолов своих, в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицем своим. Могу ли я отвечать им?» «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Итак, то, что они пришли к пророку Израилеву взыскать Слово Божьего, не может им помочь, потому что в их сердцах идолы. Наши друзья протестанты, неопротестанты, они постоянно говорят об идолах, что это то, что связано с православным служением. И в этом смысле они слепы. Идолы современного мира – это кумиры, политические деятели, какие-то музыканты, кривляющиеся на сцене, какие-то спортсмены, непонятно кто, в общем. Сейчас такие в основном и заседают в парламентах. Там нет представителей земской власти, нет представителей сословия, какие-то спортсмены, киноактеры какие-то, какие-то представители желтой прессы и так далее. Это печальное состояние. Самые опасные идолы – это то, что в сердце нашем. А не истукан на улице. Можно выйти и молотом разбить этого истукана, и он потеряет свое значение. Но если в твоем сердце поселились какие-то кумиры, когда ты обожествляешь каких-то актеров, спортсменов каких-то, иначе не назовешь, обозвискляешь, ты не можешь услышать Слово Божие. Ты его просто не расслышишь за теми образами, парадигмами, которые проникли в твое сознание. Далее говорится о том, что эти старцы призываются к покаянию в своих грехах и к преобразованию жизни, иначе будут вопрошать Господа себе же на погибель. То есть молитвы им уже не помогут. 6 по 11 стих. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших». И Давид восклицает, «Перестаньте вы надеяться на человека, не надейся на князя, на сына человеческого». И Исаия восклицает, «Перестаньте надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лице ваше, ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое». Главная речь-то идет о идолах, которые поселяются в сердце. «И поставит соблазн нечестия своего пред лицем своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя». Ты уже надеешься на каких-то людей, на каких-то там правителей, на каких-то спортсменов, на каких-то кумиров. А для чего, что ты там упрощаешь Бога? Восьмой стих. «Я обращу лице мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Что значит «в знамение и в притчу», чтобы другим было неповадно?» Девятый стих. «А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то есть пророк начинает пророчествовать для этих лицемеров, в сердцах которых идолы, что сделает Бог, то я простру на него руку мою, то есть на этого пророка, который пошел на поводу у представителей политического, религиозного эстаблишмента, и истреблю его из народа моего, Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка». То есть если мы подыгрываем идолопоклонникам, а мир сегодня, как никогда, пребывает в таком состоянии, пытаемся совершать с позиции религии даже апологию их такого состояния, то наше наказание будет такое же, как и самим идолопоклонникам. Одиннадцатый стих. «Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом», говорит Господь Бог. И дальше идет тема, о которой я уже говорил, что если они будут просить, вот эти лицемеры, идолопоклонники, чтобы такие люди, как Ной, Даниил и Иов помолились за них, даже молитва таких людей никак не поможет. Об этом с 12 по 21 стих. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно, отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору». По отношению к Новому Завету хлебная опора – это прекращение Евхаристии, когда Господь попускал, храмы закрывали, священников сажали в тюрьмы. И послал на нее голод, это и евхаристический голод, и голод отсутствия Слова Божия, потому что сказано не хлебом, единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, а Амос пишет, что будут снедаемы голодом поиска Слова Божия. «И стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души», говорит Господь Бог. В третьей книге Ездры сказано «спасается, как капля против волны». Так вот здесь Езекииль показывает нам диаметр этой капли. Всего три человека. Ной, Даниил и Иов. Конечно, ситуация меняется в одни Нового Завета, и там уже так не говорится, спасается, как капля против волны. Там в книге Откровения говорится «И видел я великое множество народа, которого никто не мог сосчитать, из всех племен, народов и языков, в белоснежных одеждах, с пальмами, ветвями, в руках, свинцами, которые восклицали спасение Богу нашему». То есть спасение от Бога. И если бы нашлись в ней, то есть в такой падшей стране, сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, они жили вообще в разные времена. Это редко бывает, чтобы в одно время жили такие люди. То они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. И в древнем Патерике есть такой рассказ. Еще сказал Аввапимен «Нищета, скорбь и рассуждения – вот работное орудие монашеской жизни». Ибо сказано в Писании «Аши будут сии три мужи, Ной и Даниил и Иов, Ной изображает собою нестержательность». Иов – терпение, Даниил – рассудительный суд. Само имя Даниил, по-еврейски «дан-эль» – суд Божий. Если сии три добродетели есть в человеке, то Бог обитает в нем. И далее мы читаем с 15 стиха и ниже. «Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимой, то сии три мужа среди нее, живу я, – говорит Господь Бог, – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, то есть своих, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустыней. «Или если бы я навел на ту землю меч, и сказал меч, – пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, – живу я, – говорит Господь Бог, – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. «Или если бы я послал на ту землю моровую язву, и злил на нее ярость мою в кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, – живу я, – говорит Господь Бог, – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души». Ибо так говорит Господь Бог. «Если и четыре тяжкие казни Мои, меч и голод и лютых зверей и моровую язву, пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток». То есть, каким бы ни были суды Божьи, они не коснутся остатка. Остаток – это те верующие, ради которых еще сохраняется мир. Как в русском народе говорят, не стоит город без святого и село бесправедного. И вот здесь, в окончании этой главы, звучит обетование, что остаток спасается от всех этих бедствий, от этих судов. И тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. То есть, их не коснется это зло. Их не коснется меч, голод, звери и моровые язвы. Меч – это начало голода, потому что любая война истощает ресурсы. Голод делает людей лютыми зверями. Бандитизм, грабежи, разбои. И как результат – моровая язва. Потому что никто не думает уже о благополучии ближнего. Все совратились с пути до одного негодного. Тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедстве, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на Него. Они утешут вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. То есть, все эти кары, все эти наказания для массы людей – это гибель, а для остатка – это педагогическое воздействие на них. Наученные всем этим, они уже не хотят идти путем греха, порока и беззакония. Итак, сегодня мы сделали обзор 14 главы книги «Порока Иезекииля. Если мы будем живы, Господь позволит». В следующий раз мы будем читать и делать обзор 15 главы этой таинственной книги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!